На телеканале ННТ новости столицы. С вами Ларьяна Шамхалаева. Здравствуйте! Все знаковые события Махачкалинской недели смотрите в итоговом обзоре. И вначале короткий анонс. Задача трудная, но выполнимая. В подземном переходе ведущим к городскому пляжу увеличат высоту потолка. С огнем справились, пострадавших эвакуировали. В Махачкале в одном из крупных торговых центров прошло учение МЧС. Особые книги для особых читателей. Республиканская специальная библиотека для слепых отметила свое 55-летие. О всех преимуществах хранилища иллюстрированных книг расскажем через несколько минут. В Махачкале газовики отключили почти 1700 самовольщиков. Об этом сообщает столичный «Газпром Межрегионгаз». Компания ведет борьбу с незаконными подключениями на постоянной основе с привлечением сил МЧС и МВД. В результате проверок составлено более тысячи административных дел, а также 340 уголовных за повторное нелегальное подключение к голубому топливу. Капитальный ремонт улицы Татурбиева проводится в поселке Семендер. Ее протяженность 550 метров. Здесь уже обустроены тротуары, предусмотрены участки для высадки деревьев и зеленых насаждений. Проводится укладка второго основного слоя асфальтобетонного покрытия. Данная улица пересекается с улицей Пирамидальной, ведущей к общественному пространству, благоустроенному городскими властями в 2019 году. Эта зона также вошла в перечень благоустройства. Здесь на данный момент проводится укладка асфальтобетонного покрытия на тротуарах. Работы на 19 столичных улицах идут в этом году в рамках реализации региональной программы «Мой Дагестан, мои дороги». Еще 38 на территории городского округа отремонтировано в этом календарном году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Максимально увеличить высоту потолка в подземном переходе к городскому пляжу – такую задачу поставила перед рабочими мэрия Махачкалы. Реконструкция усложнялась тем, что под землей в переходе проложены коммуникации, а сверху проходят железнодорожные пути. Однако, заменив покрытие потолка несколько сантиметров, выиграть все же удалось. Теперь власти города намерены также принести пандус и обеспечить его уклоном согласно принятым нормам. Тогда у нас получается площадь уменьшится. Хорошо, а если по уму ее сделать, все-таки взять и передвинуть вправо или влево, полностью трубу мы переносим, сверху делаем деревянные решетки, которые мы везде делаем, как сиденья. И у нас получается здесь хороший диван и пониженный проход. Надо понять соотношение. 10 сантиметров тоже нам дает порядочное уже, если мы на 10 сантиметров понижаем. Это очень хорошее движение. Метр восемьдесят долларов здесь. Ну глубин метр девяносто пять будет. На 12 сантиметров где-то можно подглубить. Труба идет? Да. Вот так трубки, кортистки мы полагаем. А это просто зажелезнить. Ну, примерно то самое, что я предлагал. Или можно зажелезнить, или гранитную крошку и отшлифовать. Когда она получается будет сама стенка трубы. С этой стороны у нас нормативный метод приближается. С этой стороны дорабатываем решение столицы и движущиеся изменения центрального ряда. И фангус тогда с этой стороны, но обеспечиваем нормативный метод. С огнем справились. Пострадавших эвакуировали. В Махачкале в одном из крупных торговых центров прошло учение МЧС. По легенде, в результате короткого замыкания произошло возгорание на третьем этаже здания. Спасатели в кратчайшие сроки должны успеть подвести пожарный кран, эвакуировать людей и ликвидировать последствия ЧП. В учениях были задействованы 9 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС. Такого рода мероприятия позволяют улучшить эффективность работы личного состава, повысить навыки при тушении пожара. Считаю, все последние задачи выполнены, цели учения достигнуты. Быстрее, выше, сильнее. На неделе в Махачкале на базе МЧС прошел блок-тур «Сильнейший пожарный». Причем в соревнованиях участвовали не только профессиональные спасатели, но и представители СМИ. Мои коллеги расскажут подробнее. 33 команды, более 60 участников. Бескомпромиссная борьба до самого финиша. Никто не хотел уступать. От каждой пожарной части по три спасателя. Один главный и два секунданта дублера. Преодолевать полосу препятствий в полной экипировке задача не из легких. Это на первый взгляд кажется, что спасателям это дается просто. Почувствовать всю нагрузку таких соревнований смогли и журналисты, которым была предоставлена возможность попробовать себя в настоящем пожарном деле. Сейчас вы на мне видите стандартную экипировку сотрудника пожарной охраны. В среднем она достигает около 20 килограмм. И сотрудник обязан по нормативу справиться с ней за 21 секунду. Ну, конечно же, мне с этим справиться не удалось. А сейчас я буду пробовать себя на вот этой полосе препятствий. Ну что ж, после пройдения этой полосы препятствий хочу сказать, что действительно это очень тяжелая, в то же время очень ответственная работа наших с вами спасателей. Победители и призеры соревнований получили грамоты и медали от руководства МЧС региона. Отдельными призами спасательное ведомство отметило и представители СМИ. За последний год в соответствии с планом спортивных мероприятий пройдено действие соревнований среди реагирующихся подразделений. Для этих целей постоянно совершенствуется спортивная база, разобрабатываются и реагируются методы подготовки пожарных бесплатателей. Наши спортсмены достойно выступают на региональных всероссийских соревнований, проводимых в рамках спортсмены. Карим Гамаев, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Как действовать во время обильных осадков и паводков? В Махачкале прошли масштабные учения на случай режима ЧАЭС. По сценарию поступает информация о паводке на территории муниципалитета, создается штаб из представителей ресурсоснабжающих служб. По замыслу с 9 утра на территории Ленинского района вводится режим функционирования чрезвычайной ситуации. Проводится подготовительная работа по расселению жителей, попавших в зону подтопления. Основной фронт проводимых учений развернулся на предполагаемом участке подтопления. В результате ЧП повреждены электро- и газовые линии. На подстанциях произошли аварийные отключения. В следствии подъема уровня воды в реке Черкес-Озень сокольные этажи многоквартирных домов затопило. Такова легенда командно-штабных учений. Каждая аварийная бригада отрабатывала ликвидацию последствий ЧАЭС на заданных участках. В пункте временного размещения, который развернули в столичной школе 56, всех пострадавших расселили в специально подготовленных помещениях. Проведение данных командно-штабных учений, необходимость в их проведении обусловлена прежде всего необходимостью доведения до автоматизма всех действий, всех служб города. В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций, чтобы каждый знал, на каком месте ему находиться, какие мероприятия он должен отработать в соответствии со всеми сроками. Потому что от этого во многом зависит спасенная чья-то жизнь, спасенное чье-то имущество. Данная локация у нас выбрана не случайно. Ежегодно на данной локации у нас в осенний период, ну и весенний период, пожалуй, тоже. Данная локация бывает у нас подвержена обильным паводковым. Оценку действиям всех служб по итогам проведенного командно-штабного учения я поставил хорошо. Но, тем не менее, на этом останавливаться не стоит. Есть над чем поработать. Есть над чем поработать, да. Цель, я считаю, подобного рода учения – это доведение как раз до автоматизма всех мероприятий, запланированных в рамках возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций. Мы видим этот мир по-разному. Пока один считает его ограниченным и серым, второй наслаждается яркими красками природы. А третий учится чувствовать и видеть, даже будучи незрячим. Таким людям помогает Республиканская библиотека для слепых, которая накануне отметила свое 55-летие. Подробности у Патимат Ханаповой. Особая категория читателей – особенные книги. От рельефных, известных всему миру шрифтом Брайля, до более современных аудиокниг. Библиотека обладает уникальным фондом литературы на различных носителях. Сейчас здесь насчитывается более 70 тысяч изданий для незрячих. Книги вот новые мы получили. Рельефно-точечный шрифт, шеститочие. Вот так вот они читают, вводят пальцами. Вот такая флешка. И на этой флешке бывают 34 художественных произведений. Библиотека обслуживает около полутора тысяч читателей. Сегодня это не просто хранилище специальных книг. Это полноценная среда социализации, интеграции и реабилитации инвалидов по зрению. Работники учреждения регулярно проводят литературные вечера, беседы, выставки и мастер-классы. Здесь проходят даже соревнования по шашкам. Каждый цвет, он имеет свою форму. Вот черные, они вот такие гладкие. А белые шашки, они вот такие выпуклые. И поля тоже у них выпуклые. Не перепутать свои поля. Настольный теннис для незрячих. У них специальный такой шарик, он звуковой. То есть, когда он летит, соперник слышит и отбивает. А в настольный теннис могут играть с незрячими и зрячими. То есть, для них есть такие очки, вот их одевают. Библиотека оснащена современным оборудованием. Так, на базе учреждения можно создавать 3D-модели известных достопримечательностей. В частности, уже готовы макеты центральной Джума-мечети и Эйфелевой башни в Париже. С помощью оси Занни незрячие смогут прочувствовать их красоту. На базе библиотеки и своя специальная типография. Мы издаем книги рельефно-точечного шрифта. Это специальные книги для незрячих по системе Брайля. Для этого у нас приобретен брайлевский принтер, который с помощью специальной программы преобразовывает обычный текст и выдает уже вот такой рельефно-точечный шрифт. Также у нас в отделе мы издаем аудиокниги. Это для тех, кто не владеет брайлевским шрифтом, чтобы они могли знать содержание любой книги, которая им нужна. Сотрудники специальной библиотеки верят в свою важную миссию вести своих читателей к свету знаний, используя все современные и доступные технологии. По тематам Ханапова, Мурат Бюкбарзов, Новости ННТ, Махачкала. На неделе Международный день студента отметили учащиеся ДГИИ. Атмосфера праздника царила в зале исторического парка «Россия. Моя история». Студенческий актив, профессорско-преподавательский состав, почетные гости участвовали в викторинах, слушали нашиды и говорили о планах на будущее. Как отметил ректор института, его подопечные демонстрируют не только хорошие знания, но и ведут активную общественную деятельность. Принимают участие в творческих проектах, международных молодежных форумах, побеждают в престижных спортивных соревнованиях. Показать, что нашим студентам, что студент для нас является ценностью. Самый главный человек в УЗИ – это студенты. И таким образом мы их прообщаем к общественной жизни, к таким волонтерским мероприятиям. Не только учеба, но и многое другое. Везде задействован наш студент. Масса мероприятий мы провели, и студенты там отметились. Были мероприятия в духовном центре проводили. Там как в качестве волонтера участвовали наши студенты. Это огромное количество, более 10 тысяч человек собирали подарки, обслуживали, ухаживали. Поэтому, не принимая участия в таких мероприятиях, студенты не растут. Они должны расти, видеть, общаться, проходить социализацию. И к новостям спорта. В Махачкале прошел командный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта Магомеда Исагаджиева. На ковер в спорткомплексе при автодорожном колледже вышли 8 юношеских дружин из городов и районов республики. Слово Курбану Рагимову. Рукопожатие до начала схваток – как символ открытой и честной борьбы. Республиканский турнир на призы Магомеда Исагаджиева собрал 8 юношеских команд. На ковре вольники из Махачкалы, Хасавюрта, Каспийска, Кизляра и Кизельюрта. Приехали также спортсмены из Карабудахкента, Леваши и Сергакалы. За схватками юных борцов следит целый десант олимпийцев и титулованных спортсменов. Все они пришли поддержать своего друга, известного в прошлом вольника, а ныне директора Махачкалинской спортшколы имени Али Алиева Магомеда Исагаджиева. Гости на открытии вспоминали его самые громкие победы. Это серебро и бронза чемпионатов мира и Европы, а также желали успехов в воспитании нового поколения. У нас самая прославленная школа в республике, первая школа, где выросли Али Алиев, Загалав, Юмин. Я там вырос как спортсмен, как и специалист, я главный тренер был там, занял меня кабинет. Дети с удовольствием ходят, очень много занимающихся. И управлять всем хозяйством Магомед достойно управлять. Я думаю, в скором времени у нас все лучше и лучше будут результаты. Вот это соревновательная практика. Какой опыт они получат. Прекрасный опыт соревновательный, общение. Они научатся друг другу новшество техники, тактики. Это целое искусство. Команды разделили на две группы. Каждая на предварительном этапе должна была провести по три матчевые встречи. В финал пробились дружины из Хасавюрта и Кизелюрта. После шести поединков счет был равным 3-3. Но подопечные заслуженного тренера России Шемешемейва все же смогли дожать своих соперников. Третье место заняли спортсмены из Карабудахкента. В малом финале они были сильнее сверстников из селения Леваши. Это очень интересное соревнование. Даже вот стенку на стенку. Быстро. Ребята друг за другом. Не только там каждый за себя. Здесь как бы командный дух для молодых ребят. Это очень важно. Видишь, как они за каждый балл, за каждый проигрыш эмоционально. Кто кого дети друг друга поздравляют. Как они радуются. Вот это очень здорово, такие соревнования, то, что проводят. Поэтому хочу выразить огромную благодарность всем тем людям, которые поддержали этот турнир. Тем более на призе нашего брата Магомеда Исагаджиева. Очень много гостей. Ребят, которые давно не видел. И дальше видишь, в какой стране, что бы происходило, дети должны знать, что их будем поддерживать. Мы всегда рядом. Всех призеров турнира наградили памятными кубками и медалями. Победители также получили сотовые телефоны и другие подарки. В следующем году организаторы планируют расширить географию и добиться статуса мастерского турнира. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И в заключении небольшое объявление для жителей Махачкалы и Каспийска. В связи с ремонтными работами в поселке Новый Хушет для движения автотранспорта будет частично закрыт железнодорожный переезд. С 10 часов вечера 28 ноября до 6 утра 29 ноября. Затем с 10 часов вечера 29 ноября до 6 утра 30 ноября. А также с 10 вечера 30 ноября до 6 утра 1 декабря. Объезд будет осуществляться через железнодорожный переезд Тарки-Манас у этаж. Это все, чем запомнилась столичная неделя. Я с вами прощаюсь, желаю отличных выходных. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»!